Здравствуйте! Вы смотрите ГРФ видео-версия. В ближайшую минуту мы расскажем о наиболее значимых событиях нашего города. В дежурную часть отделения МВД России по Гайскому городскому округу обратился 64-летний местный житель с заявлением о том, что неизвестный похитил его металлический гараж. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска был задержан 30-летний житель Новотроицка. Задержанный пояснил полицейским, что гараж он похитил при помощи крана и сдал его в пункт приема металлолома, получив за это 33 тысячи рублей. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Постановление о возбуждении уголовного дела Гайской межрайонной прокуратуры признано законным и обоснованным. В редакцию портала гай.рф с просьбой о помощи обратился гайчанин Анатолий Беляндр. Меня зовут Анатолий Михайлович, 79 лет полных. Живу я вот так вот живу. Уже 8 лет пенсионер вынужден скитаться по чужим домам, имея в собственности двухкомнатную квартиру. У вас есть квартира, она у вас в собственности, в городе Гай, правильно? Да. И вы собственник ее один, как вы ее получили, как вы на нее заработали? Я с армии пришел, в карьеру строился, работал в карьере 7,5 лет, потом в шахту перешел, переводом, в шахте 26 лет пока. У вас двое детей есть, правильно? Да. Сын здесь, а дочь в Белгороде, там где жена. Жену проводил якобы-то в отпуск с сыном, с внучкой, и больше с тех пор я ее не видел. Крыша над головой его лишил родной сын, который, по словам Анатолия Михайловича, неоднократно проявлял агрессию по отношению к отцу. 8 лет вам приходится? Где вы живете все эти 8 лет? Ну, я снимал квартиру, а потом перешел. Ну, что, ты здесь платил за квартиру, за свою полностью. И это, и там отдавал тоже, платил за квартиру. Коль пенсии у вас? Ну, у меня по старости 15 540. Многие годы Анатолий Михайлович, получивший квартиру в 60-е годы, жил один. Некогда крепкая семья из 4-х человек развалилась, супруга вместе со взрослыми детьми уехала в Белгород и подала на развод. Через несколько лет вернулся сын Анатолий и стал жить с отцом в квартире, где они оба прописаны и где прошли детство и юность детей Анатолия Михайловича. Когда стало очевидно, что жить вместе невозможно по причине неадекватного поведения сына, пенсионер обратился в суд. Он просил выписать и выселить агрессивного родственника. Гайский городской суд удовлетворил требования Анатолия Михайловича, однако Оренбургский областной суд принял противоположное решение. Он меня один раз душил, под Новый год я выскочил, в одних трусах к соседям заскочил. Хорошо было не закрыто, а уже темнало под Новый год. Я сидел в кресле, трезвый абсолютно. Он пришел, глаза стеклянные, давай стену боксовать. Боксовал, боксовал, повернулся. А, ты хохлядская морда. И на меня. Я в кресле сидел, он как прыгнул, значит, давай души, как я вывернулся. Я не помню. По лицу обращались? Конечно. Очень долго Анатолий Михайлович оплачивал все квитанции на квартиру, однако несколько лет назад платежки все же разделили на двоих. Пенсионер, регулярно оплачивающий свою часть, не имеет возможности даже помыться в своей квартире. Сын не идет на контакт и не отвечает на телефонные звонки. Анатолий Михайлович имеет ключи от квартиры, но приходить туда опасается из-за злобы сына. Старший Беляндр неоднократно предлагал сыну разделить жилплощадь, например, разменять двушку на однокомнатную с доплатой, однако договориться не получается. А вы знаете, я ему несколько вариантов предлагал. Я ему предлагал разменять себе однокомнатную доплату ему. Я ему предлагал продать пополам разделить. Он отказал мне. Вот. Теперь что, я ему предлагал, я говорю, ты мне заплати 300 тысяч. Я переделаю документы на тебя. Все-таки, как-никак, он сын. Это кровно и никуда не денется. И он от этого. И вообще разговаривать, как только увидеть мой номер телефона, отключает ни слова не говорит. Сейчас, когда от былого здоровья мужчины осталось совсем мало, он мечтает только об одном – дожить остатки своей жизни в чистоте и покое. Единственная возможность сделать это – выписать и выселить сына, не желающего жить мирно. Людмила Фролова, Андрей Корчагин, служба информации, телерадиокомпания «Евразия». В редакцию портала гай.рф обратились гайчане, проживающие в общежитии по адресу улицы Ленина, дом 23А. Они рассказали о том, что на протяжении последних шести лет их постоянно топят соседи с верхних этажей. Следствием постоянных затоплений является грибок, который покрывает стены и потолок. Сколько бы они ни белили и красили, все повторяется по-новой. Теперь уже там у них воду все перекрыли, но тем не менее те, которые там снимают, пытаются где-то что-то открыть и сразу к нам капает. Мы-то вот все поменяли, мы все новое сделали себе. А у них вот эта вся малая канализация сгнила давно уже. Сами хозяева этих комнат живут в разных местах, а здесь живут вот такие люди. По итогу хозяева неблагополучных комнат пообещали отремонтировать систему канализации в течение ближайшего месяца. Как будут развиваться события в дальнейшем, следите на сайте гай.рф. На телефон горячей линии редакции портала гай.рф поступил звонок от гайчанки, которая рассказала о факте вопиющего живодерства. Съемочная группа отправилась на место происшествия, чтобы выяснить все подробности. Уважаемые жители города Гая, хочу поделиться с вами такой печалью или, как сказать, болью. Сегодня утром, выходя на работу, ну как-то мы имеем все такую привычку вносить мусор. И подходя сегодня к мусорному бачку утром, я услышала очень такой, я даже не могу объяснить, писк, писк котенка, стояла девушка, девушка была очень растерянная. Как-то у меня зрение слабое, и было еще темно, не было 8 часов. Я не только в глазах, а я в голосе ее услышала, что где-то котята пищат. Мы с ней, конечно, бросились сразу к мусорным бакам. Нашли мы этот бак, разрыли мы этот мусор, нашли мы пакет. Ну, мы сначала думали, нам где-то что-то чудится, может где-то, но мы не ожидали, что и в мусорных баках. Ну, нашли мы, естественно, этот пакет. И пакет был с бытовыми отходами с квартиры. Там были бумажки, там были какие-то очистки. И был пакет, завязанный пакет с котятами. Я заглянуть не смогла. Ну, девушка, как-то, помоложе, посильнее. Она открыла этот пакет, она их увидела. Ну, пакет... Ну, котята эти не с подъезда, не с кустов, это с квартиры. Встали, думали, что сделать. Начала эта девушка звонить. Слава Богу, есть к кому обратиться. Пока мы начали договариваться, два котенка были уже мертвые. Один пищал, ну, не знаю как. Холодно, там есть охота. Пока мы договаривались с девчатами, и третий котенок затих. Не успели. Напомним, что в декабре прошлого года Госдума приняла поправки в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы Российской Федерации, которые ужесточают наказание за жестокое обращение с животными. Поправка предусматривает повышение меры ответственности за жестокое обращение с животными в целях причинения ему боли или страданий, а равно из хулиганских или корыстных побуждений, повлекшие его гибель или увечья. За подобные действия введено наказание от штрафа в размере до 80 тысяч рублей до лишения свободы на срок до трех лет, тогда как ранее максимальной мерой был арест на срок до шести месяцев. В Гае автобусная остановка, находящаяся по улице Молодежной 53-55, превратилась в помойку. Свалка мусора плотно утрамбована в коробке из-под унитазов. К счастью, видеозапись не передает всех тех запахов, которые распространяются в радиусе 15 метров от несанкционированной помойки. Утверждена средняя рыночная стоимость одного квадратного метра жилой площади на рынке жилья по Гайскому городскому округу на первое полугодие 2018 года. 29 800 рублей – такова средняя стоимость одного квадратного метра жилья на первичном рынке. Учитывая, что на территории Гая в настоящее время не строится ни один многоквартирный дом, большую популярность в городе имеет рынок вторичного жилья. Стоимость одного квадратного метра жилой площади на вторичном рынке составляет 25 509 рублей. Отметим, что изменения в стоимости жилья со второго полугодия 2017 года незначительные. Однако, как пояснил журналистом Гай.РФ руководитель агентства недвижимости Арбат Валерий Каплун, при осуществлении сделок с недвижимостью каждое агентство ориентируется на цифры из собственной практики. Проанализировав опыт прошлого года, Валерий Александрович отметил, что ими осуществляла сделка, когда средняя стоимость за квадратный метр жилья была немного меньше 20 000 рублей. Случалось брокерам сопровождать сделку, когда при продаже трехкомнатной квартиры с хорошей локацией и ремонтом собственник выручил и более 30 000 с квадратного метра. Большую роль играют при заключении сделок местонахождение жилья, наличие хорошего ремонта и многое другое. Если касаться населенных пунктов округа, то цифры разнятся еще больше, потому что при покупке, мене или продаже домов в сельской местности решающих факторов еще больше. Например, это отдаленность от города, наличие рабочих мест и инфраструктуры и, разумеется, состояние самого жилья. Котно-спортивный клуб «Магнат» официально прекратил свою деятельность 13 ноября 2017 года. Ликвидация юридического лица прошла по решению суда. В конце декабря прошлого года клуб окончательно закрылся и лошади ушли на продажу. Вырученные средства от продажи животных пойдут в счет погашения долга за коммунальные услуги. МОБЖКХ уже подавал иск против конного клуба о взыскании с ответчиков более 85 тысяч рублей. На данный момент спортивный клуб полностью ликвидирован. Возраст – не повод выпадать из трендов. Добровольцы МБУ городского молодежного центра приглашают людей Гайского городского округа постичь основы компьютерной грамотности на бесплатных курсах в рамках проекта национальной социальной программы «Бабушка-дедушка онлайн», которая запущена в стране с 2008 года. Если вы влились в ряды пользователей персональным компьютером в том возрасте, который скромно характеризуется как немного за 30, если вы пенсионер, человек пожилой или очень пожилой, знайте, что научиться пользоваться компьютером, знать основы компьютерной грамотности вам просто необходимо. Будьте уверены, освоить компьютерные уроки вам вполне по силам и доступно. Подружитесь с компьютером, который умеет делать очень много полезных и приятных вещей. Освойте курсы, и ваша жизнь наполнится новым содержанием и увлечениями. Успейте записаться на бесплатные курсы компьютерной грамотности по переулку Суворова 4А или по телефону 4-22-13 или 8-950-183-49-20. Количество места ограничено. Отыскать спрятавшегося на территории отделения полиции журналиста портала Гай.РФ оказалось непроблематично для служебного лабрадора по кличке Эля. Четвероногая помощница правоохранителей быстро взяла след и привела всю съемочную группу точно к пропавшему человеку. Иметь специальные навыки по розыску людей, разумеется, послушно выполнять элементарные команды кинолога – не основное достижение Эля. Совсем скоро воспитанница младшего сержанта полиции Павла Каракотского вместе с ним поедет на обучение в Уфимскую школу по обучению специалистов кинологов МВД России. В течение полугода собаку обучат обнаружению взрывчатых веществ. Несмотря на то, что пощенячья, игривая и резвая Эля выглядит добродушно, она обладает высоким интеллектом и способностью переносить тяжелые физические нагрузки. Ведь помогать полицейским – работа не для всех собак. Так же, как и дрессировка четвероногих занятий не для каждого человека. Многочасовые тренировки, умение понимать своих питомцев, привить им уважение к себе и научить безуговорочно подчиняться – ежедневная кропотливая работа Павла Каракотского. Кроме Эля, в отделении ВД России по Гайскому городскому округу имеются еще четыре немецкие овчарки. Двое из них – более опытные Джексон и Рекс, обладающие высокими охранными качествами, контролируют внешний дворик изолятора. И иногда принимают участие в сопровождении задержанных или осужденных лиц совместно с сотрудниками конвойной службы. Еще две овчарки Арис и Арика проходят обучение. Одна из них будет работать по направлению поиска людей, другая займет рабочее место ветерана Джексона, которому будут подысканы любящие хозяева. Людмила Фролова, Андрей Корчагин, служба информации и телерадиокомпании «Евразия». В Гае на базе «Дюсыш-1» состоялся рождественский чемпионат здоровья. Посоревноваться пришли все – от мала до велика. Первая часть чемпионата проводилась в зале. Участники качали пресс, отжимались, соревновались на турнике, прыгали на скакалке. Вторая часть соревнований перенеслась на улицу в формате легкоатлетического пробега, который прошел вокруг спорткомплекса «Здоровье». Организатором соревнований выступил Комитет по физической культуре, спорту и туризму администрации Гайского городского округа. Все участники получили сладкие призы и памятные грамоты. Антон Скрохот, Андрей Корчагин, служба информации и телерадиокомпании «Евразия». В Гае, во дворе дома номер 42 по улице Ленина, состоялся завершающие каникулы и этап всероссийского зимнего фестиваля «Выходи гулять». Ребята разделились на три команды. Они метали валенки, перетягивали друг друга и соревновались в эстафете. За каждое испытание команды получали баллы. По итогам места распределились следующим образом. Первое место заняла команда «Медведи», второе место – команда «Пупсики» и третье место – команда «Снежинки». Все участники были награждены дипломами и сладкими призами. Антон Скрохот, служба информации и телерадиокомпания «Евразия». Продолжается чемпионат Оренбургской области среди любительских команд сезона 2017-2018 года в турнире «Зоны Восток». 13 января на корте спорткомплекса «Здоровье» «Гайский горняк» принимает игру на своем поле. Ледовая дружина комбината встречается с хоккейной сборной из Новоорска. Приглашаем всех поклонников хоккея прийти в эту субботу, чтобы поддержать наших игроков. Начало матча в 12 часов. С вами был я, Александр Тюрганов. Ищите нас в социальных сетях ВКонтакте и Инстаграм. Подписывайтесь на вайбер-чат портала гай.рф по номеру 8903-391-01-200. Всего доброго, до новых встреч!